Отличить металлургический шлак, узнать, что же было здесь раньше много лет назад. Всем этим занимаются студенты Института международных отношений Казанского федерального университета на своей первой практике. Белярское городище славится не только красотой природы и святыми источниками, но и богатым культурным историческим наследием. Так уже на протяжении 55 лет здесь ведутся археологические работы как в рамках сторонних экспедиций, так и в рамках студенческих практик. В середине лета, а именно 13 июля, студенты Казанского федерального университета отправились в городище ради того, чтобы изучить прошлое человечество, выявить и сохранить объект археологического наследия. Но прежде чем переходить к самому интересному, раскопкам необходимо пройти инструктаж, ведь одно неверное движение может повлечь за собой целую кучу неприятностей. Практика составляет всего 14 дней и она является частью учебного процесса для всех студентов, которые связаны с направлением истории. Именно здесь они учатся работать с вещественными источниками, то есть раскрывать историю, по которой нет письменных свидетельств. И своими руками, прокапывая земли, собирая находки, они позволяют получить представление о каких-то исторических моментах, связанных с нашей территорией. На местах раскопок студенты уже нашли фрагменты металлических шлаков и керамики. По предположениям будущих археологов, раньше в этой местности находились металлургические заводы. Для продуктивной работы студентов разделили на несколько групп. Каждый знает свою задачу и выполняет ее, следуя четким инструкциям. Студенты отмечают, раскопки – это не просто практика, это одно из ключевых дел в жизни каждого археолога. Самое главное – это физический труд, это как бы развивает тебя. Во-вторых, ну вот ты получается, получается, полевая практика археологическая, ты учишься работать на раскопе, вот, работать там инструментами различными, вот, открываешь много для себя вот артефактов интересных, там, керамику, вот, бересту мы находили кости животных, это все как бы интересно и учит тебя с ними работать, там, сортировать их и так далее. Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься непосредственно, в чем заключается твоя роль в этой экспедиции? Здесь мы проводим раскопки и непосредственно перебираем уже почву, которую выкопали. Например, находим шлаки, также можно найти керамику, кусочки небольшие, и затем мы их убираем на дальнейшую отсортировку. Вместе со студентами в раскопках принимают участие специалисты из археологического института имени Альфреда Халикова Академии наук Республики Татарстан, которые ежедневно делятся с ребятами своим опытом и знаниями. Однако Казанский федеральный университет представлен в большинстве преподавателей и старшие товарищи, которые на своем примере учат первокурсников извлекать все самое ценное из многовековых памятников истории. Здесь мы проводим археологические экспедиции. В данном году у нас раскоп небольшой, совместное сотрудничество у нас между Институтом археологии и Казанским федеральным университетом. Мы являемся как сопровождающими практику, методические рекомендации даем, учим, как правильно работать в поле на раскопе, как правильно собирать материал, методику полевых исследований, рассказываем студентам. И студенты здесь именно обучаются совместной работе, коллективной работе, учатся работать в команде и жить в команде также. То есть у них постоянное общение друг с другом, и это сплачивает, и гораздо лучше узнают друг друга, не только в работе, но и в личных отношениях. Впервые в Белярск я попал так же, как и нынешние практиканты после первого курса в качестве тоже практиканта в археологическую экспедицию. И завлекло, понравилась атмосфера своя, достаточно интересная. Сами раскопки тоже таинственные такие, загадочные. Ну и уже в этом году я третий раз, получается, здесь, в Беляре. Сейчас уже я как волонтер, который вместе с ребятами, с практикантами также участвует в данной экспедиции. Отметим, что археологическая экспедиция у ребят продлится до 26 июля. Эта практика помогает студентам получить необходимый опыт для их будущей профессии. Важно отметить, что для региона поиск артефактов играет важную роль, так как благодаря работе археологов можно восстановить те исторические фрагменты, о которых человечество еще не знает. Аделина Амдрахманова, Фаридзе Хитоглы, Универньюс.